вот наконец-то наконец-то можно заниматься этим автомобилем я сейчас включаю режим карбадеда максимальный и в чем суть я хочу сейчас попробовать сделать так скажем тюнинг stage 1 обслуживание называется хочу снять все провода свечки там посмотреть зазорчики их почистить выровнять зазор который должен должен быть на карбуляторе на карбуляторе все правильно сказал выставить зажигание разобрать трамблер все почистить проверить может там кень пружинки чем поменять для опережения зажигания у меня есть тромоскоп чтобы нормально выставить зажигание под нужный нам бензин но проблема в том то что для кары для настройки карбюратором нет газоанализаторы короче такие дела сейчас хочу попробовать сделать чтобы она перла просто как бешеная ну а дальше попробую рискнуть карбюратором либо она сломается и вообще перестанет ездить тогда при соседе сломается и все получится я думаю попрет дань нас главный суток снились больше я так как диктей там где ты говори клапана прогорят в планах клапана если поршень если поршень проходит на соток миллиметр никуда не годно и вот смотрите японцы у нас двор 17 ставят а у них как бы ну дэнсо ну то есть для них это разумеется дврм по факту со смесью у нас явно там какие-то проблемки имеются они у вас вообще какая-то вот такая такая это нормально единственно богатой а к 0 далее ищем 0 8 ну говоря есть вакуумная система управления второй заслонки то есть вот грибочек стоит он управляться вакуумом по заряжению то есть вот мы грубо говоря смотрим куда вот и механически открывается первая заслонка вторая видишь на месте стоит при этом я могу вот рукой видишь вторую открыть ну типа если на жиговский лад объяснять это карбюраторы озон типа родные а потом уже на нивах на восьмерках пошли следующие генерации они уже там механически открывались понял то есть там нет этого вакуума то есть мы сейчас просто немножко на 10 лет вперед шагнем сейчас скорее всего болтиком с шайбочкой а в дальнейшем с варочкой с точечкой на жиге там немного сложнее все это делается вот я смотрю как будто бы вообще ничего сложного ну вот реально просто у нас вот тут грубо говоря вот заслонка 1 вот старая так вот я смогу ездить эконом экономично на первой камере а потом когда нажму газ пол могу открыть вторую сразу мне откроется сразу вообще попрет я снова тут реально просто точку сварки поставить все все будет работать сейчас ничего не потерять то придется калашу потом я уже чувствую мощь у вы чё это глядь мы ёбару мы буксуем чё ти на хуй бля норма ну чё Семен я в шоке я тут теперь больше на скайлайн похоже когда ты передачи в букс но пиздец это пиздец я не говорю нормально хуять обороты такой ну ка запуск это пиздец трейдер титонит что то не не да да титонит не слышишь ты ахахаха я это сейчас сделаю нормально ну что следующее план у тебя снять карбюратор посмотреть что там происходит понять хотя бы где у него винты количество качества чтобы ни на глаз его крутить далее хочу снять клапанку Если там регулируются клапаны, они по-любому там регулируются Дождаться пока остынет мотор, стараться что-нибудь там отрегулировать На самом деле не сказать, что мне прям хочется всем этим заниматься Но мне просто тупо интересно, как там реально внутри у него все устроено Хотя бы клапанку снять посмотреть Ну и вам заодно показать Потому что жигули-то по-любому все видели А старые ниссановские моторы, карбюраторные вряд ли Вот поэтому мы сейчас сами в прямом эфире увидим, что там сейчас и как вообще Ну и плюс-минус будет понятно по состоянию мотора Та-да-да-дам Какой вот здесь импровизирует, ну типа маслоотделитель Ну короче ничего не удивительного Но система явно совершеннее, чем на жиге Потому что там-то по факту вообще из блока сапун берется Прикольно, то есть по факту тут один распредвал, но это логично И клапанку, зазор регулируется прямо вот здесь Ничего, прикольная система Так-то состояние вообще ништя Закончена переборка карбюратора Не знаю, я надеюсь я там ничего не испортил Но моментики как бы есть Потому что он очень старый, разумеется прокладок на него у нас никаких нет Местами колхозно на герметик Но к сожалению реально вариантов нет Если вдруг это все не заработает В любой момент можно поставить сюда будет соликс Даже если не получится, никогда не поздно поставить СССР Но чтобы вы понимали, тут как бы не реставраться А просто хотелось сделать получше Потому что тут реально были проблемы Вот тут были сорваны болты Верхняя часть карбюратора просто болталась Короче оно работало бы Но никогда в жизни оно не работало бы нормально Но оно собственно и не работало На удивление не осталось лишних запчастей В принципе когда разбираешь машину 5% лишних болтов и гаек это допуск Но есть такое правило Что если перебираешь карбюратор Ничего не должно лишнего остаться Иначе это не заработает Но в принципе если следовать моей теории То пока все у нас удачно Так, насосик пошел Бензик налился Чуть-чуть выше Ну я думаю это не страшно Так, ну что попробую запустить Так, ну это уже успех В общем в принципе что, собрал, прогрел Подрегулировал карбюратор Ну на слух разумеется Проверил еще раз зажигание с тропоскопом Все хорошо Немножко побрякивают клапана Но разумеется мануала у меня на этот мотор нет Как бы я делал, ну как мне кажется 0.15-0.25 Впуск-выпуск вот И видимо многовато для этого мотора Чуть попрякивают Ну как бы я думаю ничего страшного Они были все зажаты Поэтому пускай они лучше чуть-чуть попрякивают Чем зажаты будут Я еще думал подозрительно Что ничего не стучит А оказывается они просто все зажаты были Ну вот результат Берем Оп Без газа, без ничего Оп, часики Меньше чем короче 800-900 оборотов сделать у меня не получается Вот начинают обороты сильно плавать Но опять же говорю, что это все на слух регулировано Так вот все Шепчет Короче прикол в чем По идее вы можете сказать Вот блядь Че ты там нам показываешь Как там корпюраторы там работают Еще что-то Ну ребята Это настолько прикольно Потому что это по факту То с чего я начинал Вот все вот эти вот трамблеры Там слоники Там ускорительные насосы Регулировки клапанов Вот эта вся жиговская тема И так давно всего этого не происходило в моей жизни Что я реально с таким стандартным Обросился на эту машину Ну и как бы прикольно что получилось Вот Потому что работает реально хорошо Ну и по звуку как будто бы там мощность появилась Первая камера Вторая Пошла Идеально Сейчас я уже кататься не поеду Уже поздно А завтра приеду И первым делом поеду Топну на ней Мне кажется Мне кажется должна нормально быть Вот Сейчас надо прикрутить кастрюлю Переодеться Помыться И ехать Поэтому завтра Завтра прокатимся с вами А сейчас все Всем спокойно Погнал я прибираться Ого Кайф же реально Просто Пошли Давай Давай Вперед Илюх На А ты чего так вот делал? Попотка Морежком Кого? Морежком Попотка Клапана Отсюда слышу как хуясь Да Есть такое Что рассказывать? Что сделал по хокке? Там все рассказано было? А Все уже сказал? Конечно Получается у меня тесты Просто Надо что ты сейчас какую-то разницу почувствовал Кроме гремячиков Я сделан Если на это обращать внимание не будем Нет Отрегулируем Просто Постепенно прийти к идеальному Зазору Потому что Можно конечно погулять Как они должны быть на этом моторе Но я даже не знаю как этот мотор называется В этом Так легко я тебе могу сказать А как ты это бля В Яндексе будешь? Все Подсосится Игна Надо еще вибрацию найти Короче Первый тест Как будто бы Ты даже до второй камеры не дошел еще А Там надо прям в пол нажимать А Ну сейчас тогда Надо выйти на прямячок Да Короче Она у меня больше 4000 аппаратов не поднималась Я ее 7 крутил Ни хуя себе Короче Жиговская истина Я не знаю почему тут так же Но тут реально так же Вот крутишь мотор Пока не зазвенит Как только зазвенел Это значит все Дальше не крутить не надо Он просто дальше ехать не будет Понял? Звон появился Следующая передача пошла У карбюратора типа нет отсечки Понял? Ага Он просто Клапана подвисает Он больше не может крутиться И это вот этот типа звук Можно кулача дать Она забуксует Чего реально? Да По мокру Да Ну одним колесом разумеется Ну прям газ нажать Держать газ Не хуя себе С холостых считай почти Ну ну тоже так делал Ну ну конечно я же тестил Даже сцепи не воняет А что она будет понять? Так наиболее был Так там колеса какого? 52 года? 13 Сухарины? Это еще не предел Это стейдж 1 Че для себя да еще? Бля вот 4 карба Ну два в идеале Два выбора какие-нибудь Блядь И она попрет вообще Так надо Что можно это реализовать? Можно конечно Можно изначально вообще прикололаться И реально мощный карбовый мотор на нее собрать Надо вал переточить Потому что мы вал на ней не найдем Все Крутим 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 Переключение Блядь Ну едет Страшно 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 что ты можешь не повернуть Не затормозить И еще много чего Может не произойти Прям мощные Тогда Ну типа любые Блядь Жиги точно можно стирать Даже колосты Держат удивительно Да-да И не глохнет Не глохнет Но трясется Надо настраивать Смотри Сонатор Уверенно Прям газпол Вот пока Вот прям Вот что Педаль провалилась Пиздец ты красавище Нормально валит Нормально валит Я тебе говорю Из этого караба Мотору можно вообще Прикольную штуку собрать Что ты не ожидал Такой разницы? Нет 62-го 72-го 71-го 71-го По факту это типа 1,8 То есть это середнячок Да То есть это как Марк на Типа Атмоджизике Типа не на Гэшке Уже И не на турбоджизике Типа середина А вот что делать Типа GTR Который вот Шестицилиндровый Ну там На 40 сил больше Ну блядь 40 сил Ну блядь Когда у тебя всего 100 Сколько здесь 150 110 110 105-110 Вот так Как бы Блядь Прикольно Прикольно Не На связь такой сил Будто они все тут фиес Ну Да Но я думаю Можно больше Просто реально Попекала Вот 106.5 Надо Типа Я помню Когда я на ней Первый раз С вами катался Ну мы все С вами катались Что она вообще Негазовала Нихуя Что она просто Жала И она просто Какой-то провал Короче Смотри Задача такая Получается У нас У этого мотора Есть потенциал Ну в его В формате Его Конечно Там это будет Не турбосер Но это просто Прикольная штука Типа Ну как бы Есть этот потенциал Ну да Родной мотор Почему бы Не поэкспериментировать Ну надо Поприкалываться И не сделать Нашу задумку На родном моторе Зачем тратить Сверх Нет Потом все Можно поставить Но сначала Можно реально Попробовать Заморочиться Что-то сделать Ну это реально Прикольно Я удивился Типа я выехал У меня была ошибка Что я не прокатился Вот до того Как ты ее привез Понял То есть я ездил Когда она вообще не работала Я там что-то покрутил У меня несколько там Вариаций было Что делать Изначально там Я без карбюратора С зажиганием Что-то поигрался Выхлый Выхлый Такой Ого Нормально А потом еще в карб залез Короче И вообще прикололся Реально Смотри Видишь Света Вот одну резинку Сейчас будет еще один След Братон Не будет Не будет Не Не Хотя Блядь Наверно Нахуй Че Отвалится сейчас Знаешь Сейчас мост отвалится Да Придется от москача ставить Вообще не хочется Ладно Когда заварим Тогда можно Да Надо стойки пожестче Заварочку И вот Заварка на мосту Канает? Конечно Канает Просто редукт Причем Знаешь Ты едешь Разгоняешься В потоке Не отстаешь Конкуренцию Навязываешь Да Да На машине С 71-го года А вот сейчас Заглуши Понимаешь Как она глушена? Лучше Лучше Ну-ка Вот сейчас Ноги убирай С педалей Все, ничего делать Все И просто Ключиком Трюк Все Не тратится Все Миномарки так не запускаются Так у меня Audi Я сейчас на спор пойду Она будет круто Идет Давай прикольно Штамповку Наверное Ну давай Хвастайся Audi Какого года Ну тебе? 92-го 92-го Разница 20 лет 20 лет Разница Ну подольше Подольше Ту-ту-ту-ту Ну стабилист Давай Как она еще смотрится Переставайте Соброс Главное Не перевернись Так не надо делать Она сломается Нормально задымило Видел? Какие вестики Не, на самом деле Надо просто Купить Параурнную копейку И устроить батл И вот в этот момент Я надо перекладывать Типа Блин, она просто Мордой Скальзывает Она мордой Да Типа Проблема Не забуксоваться Проблема в том Что ты поворачишь Руль До любой скорости Она просто Прямо Она тоже не перевернется Надо масло Остудить Да, он не работает Ну прикольно Давай Да не надо Пока не дрифтопригод Мы попробовали Да, я отвечаю Вот сейчас ей редуктор Съездить заварить Она и тут поедет Ты тут Такими словами Не разбрасывайся У нее глаза Цветы загорели уже Как он мне уже говорит Что, сколько по времени Не надо Короче, тачка-пуля Что? Нет, нет Это Ты что, заехать хочешь? Да Да ты угораешь Ауди против хаки Блин, завязывайся Первые гонки Смеешься? Поехали, похуй Но у тебя нет шанса У меня нет шанса Вообще не хотят Сто процентов Ну типа без вариантов Там мотор в два раза больше Лобаныч, садись в Ауди Будешь снимать А что ты мне за догруз Собрать? Ну ладно Я даже так согласен В общем У нас сейчас будет заезд Да С места Едем до конца Участка Вот где столб Напротив него Есть линия Там уже зона торможения Кто первый пересек Кто-то выиграл Мой соперник Ауди 100 Какой мотор там? В6? В6 200 сил 200 сил Атмосферный Это вообще мем Как это получилось-то? Вы наравне шли 200 сил, говоришь, у тебя? Он буксует таким колесом Я могу переставить заднее вперед Нихуя не извините Ну что, порядок? Вот показатель Типа эта машина нормальная Надо еще раз Ну можно похуй У меня буксует это одно колесо А у меня что, не буксовало? Тоже буксовало? Пиздец всю дорогу Всю первую передачу Да, он там с дымом прям ехал Блядь Нормально она валит нах Давай Блядь Мем пиздец А для Лова я не на кого еду А она лучшая была Блядь, нормально Че он там базарил? Шансов нет Сосамба Шансов точнее Шансов нет Шансов нет 100% 60 Вести, вести Да даже с 20 С 30 Да все, король Бля, прикольно Что надо сделать? Я не знаю Масло поменять надо Хотя бы вроде приличия Только проблема в том, что я не знаю, как мы сейчас будем подбирать фильтр Но может быть это не будет проблемой А может и будет Потому что он как бы вроде, ну типа по диаметру обычный Но он почему-то, блядь, вот такой Даже защита А у Жиги тоже защита? Да, такая же Такая же? Ну плюс-минус Я не говорю, все то же самое То есть по факту у меня сейчас как бы реально четкое понимание Что в плане каких-то решений Жиглям нет вопросов Потому что это нормально было для своего времени Но не нормально, что эти-то дальше реально пошагали А те до 2010 года одно и то же сделали, блядь Вот это не нормально То есть понятно, что когда это там все копейка была в семидесятых Это как бы все было достаточно современно, но нормально По общим меркам Ну да А как бы в 2008 году там, блядь Даже дизайн не уступал, я бы так сказал Ну да, это уже было, блядь, ненормально Вот, и сливная пробка такая Это нормально Как на Жиге На Жиге так же? Да Да Да, ему лет 30, наверное Фильтр массами знаешь от чего? От Жиги От 60 Да, нет, там одинаково Ваза сходя, товарищ Болтон, идеальный Вот как от нее прям Не такой длинный Да, нормальный фильтр Какое масло сюда будете заливать? А что, варианты какие-то есть еще? По-моему, это то, что доктор подписал 10-40 полусинтетика 75-90 Полусинтетика, разумеется Это давай мне Когда молдошкой ты сейчас Ты ни слова не говори Ты твоего же лосечку крутить был, да? А вот у него нету сечки Ооо, пошла Просто бутолин, блядь А фильтр будем разрезать? Нет Меньше знаешь, ты пустишь Давай разрезай Да нахуя Давай разрезай Давай разрезай Или ты хотел его в музей Не по нулю Первый снятый в России фильтр с фотосойтой Уровень, да? Нихуя, она прозрачная Как будто вы заебательское масло на самом деле Японское Как? А на вкус? Хуевая Как любая трансмиссионка Короче, по ходу натуре Фаруфа на масло не меняет, нормально Не, 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 не И че ты, блядь, реально все готов Это твое окончательное решение? У меня два вопроса Обратного пути не будет уже И сразу тебе говорю, что мы можем все заварить редуктор И на первый же выезд у нас щелкнет полось И на этом проект окончен Вернее, мы что-нибудь под рамник Сильвии будем Не, будем другой мост ставить С коровы нахуй С краун Широкий В общем, один вопрос Что нам дает открытый редуктор Что нам дает закрытый редуктор Открытый редуктор дает просто комфорт И все Тогда нахуй нам этот комфорт А, стой А заваренный редуктор че нам дает? Заварку Другой вопрос Спорт Веселье 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 Ты уверен, что понимаешь, что от тебя сейчас блядят Отпишутся с канала Люди будут говорить, что ты конченый долбает Знаешь, был бы я нормальным человеком Я бы не создал команду Сайдмейстерс И в правду Спасибо 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 Субтитры 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 О, бля. Вот и ты боялась. Надо пристегнуться. Как тебе ощущение? Она рулится. Это все, я поехал заплазнуть спорт с восьмерки тогда. Давай сейчас первое задание тебе пятак. Ровный. Это understeer, сэр. Отличная машина, а он вот кайфует. 10 ровных пятаков сделано. Так, давай она отдохнет немножко. И восьмерку мы ждем. Она, короче, это, ну... Справа хорошо едет, влево нет. Влево не едет. Расход резины минимальный, да? Бля, резина даже мягкая стала. Слушай, она прям, ну вот в правую сторону, прям очень хорошо рулится, все делает. Потенциал имеется, да? Да, да, прям. Просто газ пол, понял, и ты рулем регулируешь, она, блядь, все делает. Блядь, деды что-то знали. По-любому что-то не знали. Да. Короткая версия для дрифта, помимо до конца. Да, да. Сто процентов. Блядь, чувак, мы просто занимаемся какой-либо. Блядь, ну это же эксперименты, это круто. Ребята, живите так, чтобы вы могли взять старую хакасуку и просто долбить на ней боком. И сразу, предвидя комментарии всякие негативные, типа, блядь, что вы сделали, чуваки, мы просто прикалываемся и все. Вот это его машина, и он делает с ней все, что он хочет. Хочет, он его в музей поставит. Хочет, он будет ей с джигами дрифтовать. Типа, не надо писать всякое говно, типа, вот, блядь, испортили машину. У этой машины не настолько идеальный сохран для того, чтобы прям, ну, сидеть и там, ну, что-то делать на ней. Поэтому, как бы, ну, прикольно, два вечера она боком едет, блядь, посуху. Ну, типа, как может, но едет, сам факт. Посуху, посуху. Амортики, не амортики, дождик, и все. Вообще, космолет. Я ударился коленкой. Уебался везде. Вот справа пойдет. И резиной пахнет. Да, 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 чуть-чуть дымит. Ты как будто баранку хуяришь. Как веселись какой-то. Да, 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 да. Просто пошла. Бля, почему она влево не дрифтует? Что такое? Ну, это и забавно. Ну, ты ее перехватываешь. Прямо же, блядь, чуть ли не порогом до пола, блядь. Ты доволен? Пиздец как. Смотри, 2023 год. Я нахожусь в солнечном Сочи. У меня первый Skyline КПЦ-10. Это, кстати, не первый Skyline. Третий, наверное, Skyline в всей истории. Да. Первый, который посуху дрифтит. Посуху дрифтит. На родном моторе 1.8 105 сил. В общем, я вахту. Я тоже. Блядь, настолько забавно. Можно попробовать съездить, залить полный бак и попробовать еще раз. Мне кажется, блядь, бензин отливается. Блядь. Я калаш, по-любому домой вечером забирать. Там литров 20 должно быть. О, черт, Брайан. О, наш конкурент едет. Ого. Пока, братан. О, газет, накачиваю ништо. Истребитель выехал на охоту. Так. Я думаю, ничего не изменится с плясой. А попробуй изначально влево поехать. Плясой толстой. Она влево не едет, а ты толстой. Я женатый человек, я налево не хожу. Все, вот направо будете дрейфовать. Если вы думаете, что он крутой, я руку высунул. Он просто за дверь держится, чтобы не летать. Все, тесты успешные, погнали на базу. Все, шепчет, все, четко. Но не перекладывается, ну, блядь. Извините. О, тема. Я думаю, это то, что нам необходимо. Это бесихи. Филы. Что? Живно, думаешь? Мне-то похуй, это наш зим, да? Со скайлайна. Ставим на эту, она стоит уже 25 миллионов рублей. Ну, получается где-то так. Да, я думаю, слишком дорогое удовольствие. Да? Ну, плазо-спорт-сосмерки начали, да? Еще УРОС, да, воткнемся. УРОС, это как-то подходит. Ну, не хожу, жирный, на штампах. Есть, что потом переделать, блядь. Нам же надо здесь и сейчас, и бесплатно. Вечером, да, и бесплатно. Сегодня я с рессорой вряд ли что-то тебе сделаю. Попробуем сначала без тюнинга рессорду. Типа морду подделаем? Морду сделаем, на жопу мордике поставим. Может, этого уже будем. Давай, давай, ну, методом тыка и экспериментов. Потому что рессоры, это, блядь, надо... Это настолько серьезный узел, что надо очень серьезно подходить. Я как-то с ними не сталкивался раньше. Я к тому, что типа, давай, ну, методом эксперимента. Похуй. Ну, сделали одно, поехали, проверили. Вот мы поехали, заправились, проверили. Не помогло. Все, идем дальше. Не помогло, придется болгарить хуярить. Стоп, стоп бай стоп. Или степ бай стоп. Стоп бай стоп, все правильно. Степ бай степ. Шаг за шагом. Короче, потому что я вижу... Давай вот прям снимай. Это вот сейчас это происходит вот так. Блядь, что там на перекладке происходит? Я вообще боюсь представить. Ну, типа, вообще не напрягается. Без спины, руками, чисто. Так, а если морда нормально стоять будет, уже будет пизж. И сзади будет на отбое его морду держать. Я думаю, уже нормально. Сильный наш, просто держи. Смотрите, какой прикол. Ограничитель вывода с завода, регулируемый на болту. Вот болт. Сейчас мы его убираем, и у нас больше вывода. Ну, рульный-то можно начать. Я не знаю, как на рульном ряду переработать. Хотя, по идее, ничего не нужно. Протестировать там можно будет? Можно, да. Но если недостаток будет... Там можно нормально наболтать. Не, ну, перей. Не, ну, перей. Сейчас мои юные пустомайзеры делюсь опытом. Короче, если сразу вот сейчас не вкрутить стойку и все это обварить, стойку вы потом туда уже никогда не вкрутите. Я один раз окарался так. Поэтому сейчас надо будет вкрутить стойку туда. Главное, сразу регулировать длину. А потом уже обварить. 5-5. Короче, если вдруг кому-то нужны длифтовые стойки на фокосуху, обращайтесь. Буду бабки делать. Так оно по заводу, по идее, так и сделано, приварилось. Так, это деньги. К вам обращаюсь. Короче, кто скажет, что это, блядь, хелхоз, хочу вам напомнить, что по заводу, в принципе, вот эта вот запчасть, которую я выкинул, к этой запчасти точно так же приваривается. Так что это, блядь, завод. Вот. Я говорю, они из мусора делают машину, чтобы вечером покататься. А я из мусора себе машину, в принципе, собрал, чтобы каждый день на ней ездить. Используем родные гаечки, чтобы вы не говорили, что мы колхозники. Если они, надеюсь, подойдут. Долго, не подойдут. Сейчас опоры еще развальчика болтанем чуть-чуть. Блядь, опора еще такая уебанская ржавая прям. Как будто бы она сюда просилась. Уже все, гоночные настройки пошли. Градусные. Давай еще. Все, вот так будет. Вот ездовое положение. Ровно сантиметр до опрышки, как я и ездил. У-у-у. Что за вата, а? Ровно сантик. Бля, промер идеальный. Что за вата, каша? Это каша. Одним ударом до выстрела. И мать она вообще не передрагивает. Прикольно. Нормально, на линии сейчас прыгает. Что-то слишком жесткое. Я зажал нахер, ну, махер. Такая, короче, жопу мы не можем сделать. Особо не из чего. Поэтому сейчас мы немножко поднимем морду. Для того, чтобы она хоть как-то убьет. Потому что сейчас машина реально встала. Вот так. А завтра уже я буду придумать что-то с жопой. А сейчас у нас будет тест, короче, что происходит с машиной. Когда у нее есть только передняя жесткая подвеска стойки. То есть кайловеры. А жопа стойка. На примере данного автомобиля показывать основу дрифта с ноля. На карбюраторе. На карбюраторе 50 мл. Нормально? Нормальная тема. У меня вот так же было. Так, первый лежачий. Бля, вообще нормально, да? Короче, для тех, кто вдруг не понял. Я сделал морду. Установил кайловеры. Бля, едем реально как на колах. Наболтал развал немножко опорой. Ой, прикольно же. А жопа, короче, осталась стоковая. И сейчас мы с вами в нашем опыте. Как назвать это все? Гайд для дрифтера. Начальный, да. И вот мы постепенно с вами практически в прямом эфире заставляем 50-летнюю карбюраторную машину боль-моль ехать по суху. И на самом деле сегодня, после того, как мы все хужили, все настроили и заварили редуктор, мы уже поехали. Но было отвратительно ехать. Машина ехала только в один бок. Сейчас вот мы сделали с мордой некоторые манипуляции. Максимально лайтовые. То есть по факту это вот все сейчас происходит одним днем. То есть мы с утра покатались. И вот сейчас после доработок морды поехали. Ой, ой, ой. Что-то она жесткой стала. Да, комфорта не стала. И сейчас мы с вами посмотрим, что будет, если вдруг сделать жесткой морду, а жопа она стоит стандартной. Ну типа она сейчас по канонам. Я сразу говорю, что это не будет работать. Нам просто интересно понять, насколько станет лучше относительно того, что было. Тем временем, из того, что как бы вот реально уже сейчас произошло. То есть по факту кастер остался плюс-минус тот же самый. Но из-за того, что у нас занижение произошло сантиметров восемь реально, все равно с ним что-то изменилось. И судя по всему, походу, помимо того, что добавился развал, походу еще и добавился кастер. Потому что вот такого возврата руля не было. Вот, судя, я вам сейчас покажу. Реально приходилось руль в своем окруте. Сейчас уже раз. Раз. Видели? Просто стремится. Прям. Ну-ка, а что там вообще? Как подвеска сейчас выглядит на выборте? И как тебе? Бля, очень даже симпатично. Но как будто бы развала еще надо. То есть мы кастер на том колесе видим, а развала тут что-то особо как будто бы и не видим. Но стало нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя мощность пропала. Нет, нет, мощность пропала. Мощность пропала? Да. Она грелась, наверное. Ну, крайко тут. Бля, ну да. Проветрить надо. Видел, как я ее поставил? Нормально встал. Постановка была очень блюда. Отдель морду надо подключить. Да, что-то, бля, тут. Кажется, здесь ничего не работает. Ну, так и должно быть. В общем, что мы имеем по истечении сегодняшнего дня? По факту, после нашей сегодняшней переделки стало хуже. Боком ехать стало хуже. Могу объяснить, почему это происходит? Короче, у нас жопа стала стандартная, мягкая. Она точно так же грузится. Но только до этого все четыре колеса стояли на земле. Даже морда, потому что стойка была длинная. А сейчас стойка короткая, жесткая. И получилось, что жопой выталкивает просто морду. И она всегда андерстилит, потому что жопа вот так села. Одно колесо вообще в воздухе, второе не держится. Резине точно так же 30 лет. И точно так же огромный профиль остался. Как я уже говорил, завтра я постараюсь разобраться с задней подвеской, чтобы она стала жестче. Ну и следующим шагом обязательно нужно поменять колеса. Поставить ниже профиль. Потому что вот этот вот бублик. Я даже не знаю, что это за размер резины. 185, 70, 14, да. Помимо того, что оно все вот так заламывается, подламывается. Ну короче, если вдруг вы купите Хакасуку, и вы не сможете себе позволить сразу резину, четыре стойки и еще все вот это. Лучше ездите на стойке, заварите редуктор и будет нормально. Если вы вдруг хотите какие-то полумеры, то вот вам пример. Оно не работает. То есть у нас появился возраст руля, нам стало прикольно ездить. Внутри вставать нам это не помогло. Ну оно в принципе понятно почему. Поэтому что, занимаемся машиной дальше, делаем подвеску, продолжаем и смотрим, что у нас из этого получится. Так что следите. Сейчас я вам расскажу вообще выпадники, это улет я вам отвечаю. Сегодня мне надо было сделать, короче, чтобы у нас была жестче жопа. И я все там замерил, и вот в таком состоянии мост, и в таком там. Ну короче, всякое разное. И пытался, мне надо было подобрать какие-то амортизаторы из того, что я смогу в Адлере купить в наличии. Из серии каких-нибудь там SS20, допустим. Типа там от Нивы, от Шнивы, от Жиги, от Патриота, там от Уазика, от чего угодно. Но особо, если честно говоря, ничего не подходило. Что-то длиннее, чем надо, что-то короче, чем надо. И я шел, и споткнулся о прекрасную коробочку, и решил заглянуть, что в ней лежит. А в ней лежит вот такой вот прекрасный винт, двоя штуки. 3, 2, 6, Power, перевертыш. Полностью скупил Жиговский магазин, для того, чтобы вот это все, видите, родное, сюда вот так вот ничего не подходит. А сейчас у нас получается, ну, короче, классическая, это Жиговская комбановка. Далее, гоня, выточил вот такие вот втулочки переходные. То есть, грубо говоря, у нас было все вот так вот здесь вот на резиночках, вот таких. Здесь это никуда не годится. Так вот, все это вставляется вот сюда, надевается вот сюда. Ну, чуть-чуть там, вот есть, но с запасом, чтобы не прикисло. Ну и все, сейчас мы все это говно одеваем сюда, и все, и типа стойка установлена. Дальше, наверное, будет рабочее состояние машины выставить вот поэтому, потому что стойка очень сильно короткоходная, чтобы у нас остался вход. И я думаю, будет огонь. Ну, мне так кажется, прям. Но это не точно, но я думаю, четко должно быть. Ну, просто посмотрите на это. У нас машина на 3,2,6 стойках на рессорах, на рессорах, да, это место. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это нормально, машинка не новая. понял я в натуре на типа как срогатки заправлять и вот из такого прям вот так переломать этот момент 0 газ пол просто и плачевать плачевать но это из-за резин все это 34 на покой на этой все восьмерка была дуга только нормально было нормально в другую сторону три дня и мы едем восьмерку боком пустому на 50-летней карбюраторной машине мотором 18 105 сил было там когда-то все вот вам залог успеха за 0 рублей образного из вас что у нас все это было у вас же тоже она может лежать правильно то есть если вдруг у вас есть какая сумка за три вечера реально заставить ее пусуху ехать боком восьмерку завтра будет купить резину поменьше профиль и посвежее хотя бы на морду и я думаю что уже вообще уверена бы сейчас просто реально покытаешься ехать она просто выталкивает морду и все ничего не происходит не но я там профессионал это понятно поэтому заставила но это прикольно короче еще небольшая там переделка с карбюратором произошла ну и поменяли резину поставили поменьше профиль то есть было 185 70 стало 185 60 вперед я купил хэнкок короче ну чтобы типа держала а назад каму какую-то но это самое дешевое говно которое было срывать сейчас вообще легко прикольно нормально прет пиздец короче все пускай там дальше самка вашего где-то говорю манит сейчас настаиваться вот так Да, нормальный, хороший. Болбой убивать вообще не хочется. Музыка Одно колесо можно выкидывать уже. Угомонись! Прекрати! Калаш, да где резина? Давайте скажем так, что вышеупомянутый и много сказанный уже первый стейдж, наверное, готов. Столкнулись с некоторой проблемой, которую определить было невозможно. Походу, у нас отливает бензин в карбюраторе. Но повлиять я на это, к сожалению, никак не мог. Но правым боком мы сейчас вообще уверенно едем, реально. А левым пока не можем. Ну, далее что? Машина будет стоять сзади до взгляда, в принципе, боль-моль по ней все готово. Ждем диски. Ну и сяду начну смотреть по мотору, карбы, либо выбора, либо кёхины с кавасаки, мотоциклет, я не знаю, еще не придумал. Посмотреть, что там, как коллектор сделать, там сложности есть. Паха, наверное, начнет там смотреть, что-то проценит, какие-то гибы, не гибы, заказывает, чтобы творить у нее нормальный коллектор. Ну и плюс, надо будет найти того, кто нам переточит вал нормально. То, чего мы пытались достичь, мы достигли. Я считаю, на 50... Ну, короче, она боком едет, но в одну сторону просто. Поэтому вот, как-то так. 50 лет. Дрипс. Карбюратор. Молдаван. 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 Продолжение следует...